МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Будьте здоровы» в студии Екатерина Соломатина. Я рада новой встрече с вами. Инсульт – это тема нашей сегодняшней программы, а точнее мы будем говорить о том, как распознать это серьезное осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы. И вовремя обратиться в больницу. Это позволит либо уменьшить последствия болезни, либо совсем избежать их. Но прежде я предлагаю все-таки вспомнить немного о том, что такое инсульт. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Возникает оно как осложнение, например, гипертонической болезни, атеросклероза, сосудов сахарного диабета. Это три основные заболевания, которые ведут к структурным изменениям в кровеносных сосудах нашего организма. Они перестают быть эластичными, упругими, проходимость крови в них затрудняется. В результате затрудняется и питание тех органов, которые они кровоснабжают кислородом и полезными веществами, и из которых транспортируют углекислый газ и токсины. Какие бывают инсульты и как вести себя, увидев признаки инсульта? Об этом в рубрике «Скажите, доктор». Острое нарушение мозгового кровообращения – инсульты. Бывают двух видов. В народе их обычно называют белыми и красными, а медицинское их название – ишемические и геморрагические инсульты. При ишемическом возникает кислородное голодание, которое может привести к омертвлению тканей головного мозга. Либо это инфаркт мозга, в народе называется белый инсульт, когда происходит закупорка сосуда тромбом или утолщенной стенкой сосудов, в результате чего мозговая ткань погибает или испытывает большой недостаток кровообращения. И бывает геморрагический инсульт. В результате разрыва сосуда кровь изливается, раздвигает мозговую ткань. При возникновении инсульта очень важно вовремя пациента доставить в больницу. Если он доставлен в первые три часа после того, как у него произошел инсульт, то есть шанс, что это грозное осложнение обойдется без последствий. Сейчас у нас в городе создается первично-сосудистое отделение, где и будет оказываться помощь пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Здесь есть все необходимое, чтобы оказать своевременную помощь. Для пациентов с инсультами в неврологическом отделении функционирует палата интенсивной терапии, где все поступившие сюда пациенты находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала. Здесь же регулярно дежурит невролог. По назначению врача больным с инфарктом может быть проведено современное лечение, которое называется тромболизис. Эта методика позволяет устранить причину возникновения инсульта, то есть растворить тромб, который закупорил сосуд и прекратил кровоснабжение какого-то участка головного мозга. Когда причина устраняется, функции могут быть восстановлены без последствий. Но для этого очень важно как можно быстрее доставить пациента с инсультом в больницу. Три часа могут решить судьбу человека. Главное – успеть вовремя. У меня просьба к населению. При появлении первых признаков инсульта необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи или же самим обратиться в приемный покой. Для населения очень важно знать начало заболевания. Когда время? Минуты, час и минуты начала заболевания. И сразу же вызывать скорую помощь. Потому что если вы опоздаете и приедете к нам позже трех часов, к сожалению, эту методику лечения мы использовать уже не сможем. Потому что зона инфаркта, некроза клеток полностью уже сформировалась. Бывает так, что наши пациенты просыпаются утром уже с признаками инсульта. И считают, что началом заболевания является как раз время просыпания. На самом деле время, к сожалению, в этой ситуации упущено. Потому что считается началом заболевания момент, когда видели пациента в последний раз здоровым. То есть, если пациент лег спать в 12 часов ночи, а проснулся в 7 часов утра, то началом заболевания является 12 часов ночи. И уже проведение тромболизиса в этой ситуации не получится. Поэтому для нас очень важная информация, не вставал ли пациент в течение ночи. И было ли у него все в этот период ночи, все нормально. То есть, если, например, в 12 часов ночи пациент лег спать, в 7 часов проснулся с признаками инсульта, но в результате сбора истории его болезни мы узнаем, что в 5 часов утра он вставал, и все у него было хорошо, то это является, 5 часов утра является началом заболевания. И у нас есть еще целый час для того, чтобы мы успели провести тромболизис. Этот способ лечения медики используют при ишемическом инсульте. Если разорвался кровеносный сосуд и произошло кровоизлияние, то используется другое лечение. Но и в этом случае очень важно, как можно быстрее госпитализировать больного с инсультом в больницу. Если это геморрагический инсульт, и разорвался сосуд, при поступлении мы будем делать компьютерный томограф головного мозга. И если мы видим картину геморрагического инсульта, то эти снимочки мы показываем нашему нейрохирургу, и он определяет тактику лечения. Сейчас геморрагические инсульты лечатся хирургическим путем. То есть эта гематома отсасывается. Когда отсасывают кровь, получается, что мозговая ткань встает на место, и признаки инсульта тоже уменьшаются. Или полностью исчезают. Что же должно насторожить человека? Как выглядит инсульт? Что испытывает при этом сам человек? И что могут заметить окружающие? Значит, признаки инсульта следующие. Как правило, они видны, и они не болят. Поэтому наши пациенты, думая о том, что это пройдет, и не вызывают врача. Это не больно. Это не страшно. И они думают о том, что все это пройдет. Вот при вызову врача он посмотрит и скажет, так и так лечись. Поэтому наши больные поступают и поздно. На какие признаки я должна обратить внимание? Первое – это слабость или полное отсутствие движения одностороннее. Либо правая рука – правая нога, либо левая рука – левая нога. Это нарушение речи, когда человек либо не понимает, что ему говорят, либо он говорит, и окружающие его люди не понимают, что он говорит. Это нарушение речи в виде ощущения вязкости речи. То есть человек вяжет, как пьяный разговаривает, или как будто у него каша во рту. Слова говорятся правильно, но они слышатся, как будто говорит пьяный человек в этом случае. Если вы видите, что улыбка человека асимметрична, то есть попросите человека улыбнуться, и он видит перекос лица, то же самое – вы обращаетесь к нам. Если человек стал шатать, сильно кружится голова, тоже обращайтесь к нам. Если у человека правая или левая сторона стали чувствовать не так, как здоровые, то есть перестали чувствовать холодную, горячую воду, перестали чувствовать боль, то же самое, или появились ощущения, как в народе говорят, онемения, вы тоже должны обращаться срочно к нам, немедленно. Госпитализировать человека с подозрением на инсульт необходимо лёжа на носилках. Это обязательное условие. Если у человека уже был инсульт, то он должен себя серьёзно беречь от повторного инсульта. Для этого необходимо строго следовать всем рекомендациям невролога и своего участкового терапевта. Здесь есть свои особенности, на это нужно обратить серьёзное внимание. Профилактика инсульта складывается не в приёме препаратов курсами весной и осенью, как у нас было принято раньше, что ковентон, пироцетам и другие препараты из этого ряда принимаются два раза в год. На самом деле вторичной профилактикой инсульта мы занимаемся уже с момента поступления пациента к нам в стационар. То есть мы подбираем препараты, понижающие давление, мы корригируем уровень холестерина, мы смотрим состав крови и его свёртывающие свойства, смотрим уровень сахара и тоже корригируем уровень сахара. И после выписки пациенту врач даёт определённые рекомендации, которые он должен выполнять неукоснительно. Именно препараты, понижающие давление, понижающий холестерин, препараты аспирина, сахароснижающие являются основными препаратами профилактики повторных инсультов. После выписки я прошу вас обязательно посетить своего участкового врача, потому что необходимо динамическое наблюдение за больными, перенёсших инсульт. Вы должны либо вызвать врача на себя участкового, либо обязательно появиться у него. И принимать эти препараты регулярно под контролем артериального давления, пульса и под наблюдением участкового врача. Эти рекомендации обязательны. Потому что я вижу, что к нам поступают повторные инсульты. Врач сделал всё верно участковой. Он назначил все препараты. И аспирины, и статины. Но пациент решает, что эти препараты пить ему не нужно. Или он не хочет их принимать. В результате чего происходят повторные инсульты. Про инсульт говорят, так же, кстати, как и про инфаркт миокарда. Это осложнение лучше предупредить, чем лечить. Что это значит? Это значит, чтобы не случилось нарушение мозгового кровообращения, нужно внимательно отнестись к тем болезням, которые его могут спровоцировать. То есть держать под контролем артериальное давление, сахар крови и так называемый плохой холестерин. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз – заболевания, которые могут передаваться по наследству. Поэтому медики рекомендуют всем близким родственникам пройти обследование в Центре здоровья, так как они попадают в группу риска. Выявить у себя предпосылки к этим заболеваниям и уже на этом этапе начинать их корректировать. Такой подход можно назвать конструктивным. В нем и заключается серьезная профилактика. Завершая программу, хочу еще раз сказать, кто же, кроме нас самих, заинтересован быть здоровыми. Так что берегите себя и своих близких и будьте здоровы. До встречи!